дробышевского просто посмотрим дробышевского сделайте потише заставку просто ребят 1 ученые все-таки у вас не знаю типа уровень интеллекта невероятно гигантский там зашкаливающий вы сделаете заставку адекватной громкости она сильно громко с очень животрепещущих тем это сравнение интеллекта разных раз на эту тему было сказано огромное количество всего начиная с 18 раньше естественно всегда получается что тот кто говорит считает что его личная раса принадлежит от ясно дело там интеллектуально все другие в зависимости от его предпочтений бывают там пониже и кто-то там совсем оказывается не очень характерно если мы посмотрим так вот по истории по планете то в разные времена мы увидим что представление очень сильно менялись ну и в зависимости от того кто про это рассуждал и такой вот как бы интеллектуальный может расизм да он бывает классический всем известный белый расизм что белая раса конечно самая такая очень директуальная остальные там так себе а кто-то и совсем плохо есть на самом деле желтый расизм всем успехом и в некоторый момент допустим нам на каперан топологи мгу все мы детали как нижечко где всеми силами доказывалось что монголоиды они прямо такие ухо как интеллектуальное у них могло больше интеллекты и акию и сегодня да европейозах себе как бы ну можно жить принципе ну не бродиться темпо есть мы не поддерживаем такие концепции безусловно отвратительные концепции ну вот против против определенно против не считает что у него это самый гениальный интеллект и чтобы они конечно, вершины эволюции, а европеоиды, монголоиды что-то как-то вот не очень. Ну, не хваканда. И, наверное, надо думать, что есть и другие варианты такого же расизма. Что зависит от точки зрения. То есть я, например, не очень сомневаюсь, что строители пирамид 4000 лет назад смотрели на север и говорили, ну кто-то в этой Европе вообще может быть индивидуальный, да? Че там какие-то чуваки бегают в шкурах, только-только там... Ну, кстати, да, скорее всего, не все расисты ставят свою расу на первое место. Да, согласен. Вполне, до этого вполне можно даже догадаться. Ну, то есть подготавливая материал, можно подумать, а вдруг не все расисты ставят свою расу на первое место. Ну, металл еще даже не знает, ну, мы-то не очень его знаем. А они-то и подавные, и, ну, дичь какая-то полнейшая, да? Социальной организации вообще никакой нет, никого там понятия о фараонах, о богах, и вообще, что-то бред. То есть это вот ниша и звено, и вообще там обезьян не далеко уехать. Даже они, а это про обезьяны, не знают, что у них нет обезьян. Ну, потому что он ученый, ученым свойственно спорить с плетеным человеком, потому что эти ребята не умеют вообще, ну, то есть в беседу с людьми, сапонирующей точкой зрения, вообще не умеют. Им проще составить пугало какое-то и сидеть с умным видом, и типа разносить всех с помощью науки фактов, которые на самом деле нихера не опровергают, потому что, ну, блядь, потому что нету этой позиции ни у кого даже. Ну вот. Это обычное дело. Обычное дело для науки. Если взять где-нибудь там Азию, там, естественно, китайцы считали, что они самые интеллектуальные, самые великие и могучие, да, все остальные, они там варвары, там, это северные варвары, эти южные варвары, эти западные варвары, какие-то бородатые, страшные, вонючие, эти там на Востоке и через пролив, вообще какие-то карлики и людоеды, и вообще мрак полный. Не поддерживаем унишения карликов. А карлики людоеды через пролив, то есть японцы, они считали, что мы-то как раз высшие носители, и, конечно, мы-то у этих у китайцев взять... Привет, цена-да. Али-ка же, мы-то, мы-то ее совершенствовали, мы-то сделали, там, аж е-мое, как бы, да, слоговая письменность, они так и застряли своих иероглифов, и вообще-то, как бы, они ни вчера, можно их резать как угодно, и, там, измываться над ними как угодно, и завоевать их, в общем-то, не проблема, и, что, собственно, потом они несколько раз и делали. Дни, цена-да, науки плевать. А тут же по соседству есть какие-то тайцы, какие-то там, хмеры, да, еще кто-нибудь такой, кто считает, что они, конечно, самые великие, и недавно мне, например, рассказывали, люди, живущие в Таиланде, что, вот, там у них есть свой местный расизм, то есть, люди, там, которые, как бы, вот, одного определенного физического типа, они считают себя крутыми, а другие с чисто физическим призмом, у них нет шансов даже на нормальную работу попасть. А у нас в европейском обществе, знаешь, знаете, кто считает себя крутыми? Ученые. Ученые считают себя крутыми, унижают всех остальных, унижают представителей других философских школ, забирают у них финансирование, не знаю, критикуют их, называют шарлатанами, унижают, обзывают псевдоучеными. Вот, у нас вот такая происходит расовое унижение. Есть раса ученых, знаете, как в играх бывают расы? Вот, у нас есть такая раса, раса ученые. Вот они сверхлюди, они суперумные, они замечательные, вообще просто невероятные, а все остальные чмошники, как бы. Понимаете, это как работает? Все остальные чмошники, все остальные дураки, все идиоты. А, вот ученые молодцы, вот ученые абсолютные, замечательные, замечательные персонажи лучше не существует. Никогда не было, никогда не будет лучше. Вот они-то нас и спасут, конечно же. Именно они. Потому что их не берут, потому что расизм. Не потому что они что-то не могут. Да, заставляют работать охранниками. Отвратительно. Ну вот, вот как-то дискриминация-то как работает. Потому что к ним отношение такое. Вот сидит перед нами представитель наивысшего интеллектуального сословия современности. Ученый. Ученый. Вот он, ученый. Смотрите, его расе свойственна выросшей очки на глазах. Часто такое бывает. Иногда они ходят в белых калатах, которые тоже как бы приращиваются к их коже. И говорят на определенном странном языке. Таком научном. Он называется научный язык. Они на нем говорят. Это раса угнетатель. Это полноценная раса. Это не группа. Это раса. Я уверен, что это раса. В нос он ты не вышел. И такого типа расизм есть и в Америке, среди индейцев причем. И в Африке среди негров. Одни негры считают других негров низшими. Ну, допустим, в Центральной Африке. Негроидные расы, негрские более того, такие негры. Они считают... Ой, мы не поддерживаем слово на букву «Н». О, мы не поддерживаем слово на букву «Н». Пигмеев низшая раса. Я уж не знаю, кого считают пигмеи низшей. Но и считают ли. Может быть, как раз они единственные, кто для этого свободен. А еще есть ученые, да, которые реально считают себя лучше всех представителей других философских школ. Считают себя с элитой познания. Не считаются вообще с мнениями других философов. Есть такие, есть. Согласен, да. Отвратительно. Мы против фашизма, особенно в интеллектуальной среде и в науке, ну, в философии против, против. В академии против тотального фашизма, одного метода познания над другими, абсолютно против. Здесь в Южной Африке понтуязычные считают бушменов низшими, да. А в какой-то момент племена Гатинпотов очень успешно завоевывают. А вот бывает, знаете, такая херня, когда целая вот группа людей, которые называют себя учеными, унижают вообще всех остальных. Вообще, религиозные, даже религиозные группы унижают, представляете, соберутся вот эти вот ученые вместе, такие вот. Создают общество скептиков внезапно. Такие, уууу, ууу, плохие религии-то какие, ууу, буддизм отстой, ууу, христианство отстой. Собираются и начинают угнетать представителей разных религий, представляете. Просто за то, что у них есть религиозные верования. Вот бывает и такое даже. А знаете почему? Потому что вот они, они думают, что вот они верят, что вот их мнение базируется на неопровержимых научных фактах, на непривержимой логике. Вот, вот они еще вновь. Привет, Валентир. Не считали низшими бунтуязычных, потому что они побеждают. Да, да, да. Мы их побеждаем выше. Вот, и когда вот начинают вот это меренье, кто крутой, кто не крутой, но хочется какой-то объективности, естественно. Да, хочется, конечно, хотелось бы. Но появились люди, которые эту объективность предоставили в виде теста и IQ. Вот, конечно же, появились люди, которые эту объективность предоставили. Это мы, все остальные чмошники. Мы там их всех ненавидим, чтобы они все сдохли. Мы, мы, это не от себя говорю, от лица Дробышевского, безусловно. И вот получается такое. Такое, такое. Какую практическую пользу внесли философы в развитие технологии, медицины и так далее? Ну, во-первых, они создали науку, философы, раз. Два. Многие философы были медиками до возникновения науки. Ну, например, не знаю, Авиценна, Галена, да тот же Гиппократа. Вполне такой типичный ученый. Философ, точнее. Типичный философ, он не пользовался научным методом в прямом смысле этого слова. А то же самое и с технологиями. Скушали? Также философы спроектировали ряд современных политических устройств. От коммунизма до демократии современной. И мы в них сейчас живем. Полезно? Ну, не знаю. И тут начинается история, что, а как мы измеряем вообще вот эту высшеснишность, да, вот этот самый интеллект. Можно по-разному померить. Есть тесты, мы рисуем крестики-нолики, да, считаем на скорость, сопоставляем фигуры. И определяем, кто быстрее и круче это сделал, тот и молодец. Вот, и проверяем людей, получается, что действительно вот эти выше тесты и решают, эти хуже решают, это совсем плохо решают. Значит, эти выше, эти среди эти ниши. Ну, вот тесты IQ, да. Да, это самый надежный способ измерить уровень интеллекта. Наука. Начинается время деталей и мелочей, потому что, во-первых, сам тесты IQ, он не один, их много разных. Правильно. Кто вообще его разрабатывал, и все они дерьмо. Суперки, с посылкой при этом исходил. Да. И в какой ситуации мы это дело проводим, как это происходит в живе, да, вот в реале. И какая предыстория была у этих людей, которых мы тестируем. Как известно, лучшие результаты в тестах IQ дают создатели тестов IQ. То есть, кто их разрабатывал, кто-то самый умный, потому что. Ну, потому что кто-то их разрабатывал, знает, как их решать. То есть, в каждый тест IQ заложены определенные принципы. Как только ты понимаешь принципы, ты побеждаешь. Ну, то есть, ты можешь его легко решать. После первого разгадывания теста IQ, ну, вот, сначала будет тяжело. Сначала будет тяжело. Потом будет еще легче. Потом будет очень легко. И в самом конце будет прям вообще легко. Да, согласен. Ну, то есть, IQ это один из научных способов измерения интеллекта, вообще-то. Ну, вот, если сейчас от него отказались, окей. Но это не значит, что методы лыж появились. Естественно, он исходит из того, что он самый умный. И он этот тест, там, я уже не знаю, сознательный или нет, скорее всего, конечно, не сознательный, подгоняет. Ну, у вас чмошный парень, простите, конечно. Ну, вот, я предлагаю вам лучше перейти в наш гарем вместо вот этого вот. Ну, то есть, ну, как минимум, можно к Панасенькову пойти. Но Панасеньков уже, наверное, устарел, я думаю, знаете, уже устарел, дядька. А вот можно ко мне, ко мне у меня лучше. Под себя. Иногда, конечно, получается так, что кто-то дает результат еще больше создателя теста. Ну, неизбежно статистически так получится по определению. Потому что создатель теста, он, ясно, делаю, ну, чисто по теории вероятности, не самый, наверное, умный человек. И, ну, и даже по его же собственному тесту, да, его можно переплюнуть, ну, кто-то его переплювает. А если посмотреть, что за тесты и как они применяются, тут много всяких дивных моментов выявляется. Например, когда делают тесты для европейцев и негроидов Южной Африки, и говорят, ну, смотрите, у нас там со времен Нельсон Мандела, он же давным-давно, там, да, с 94-го года, аж 1900. У нас равенство. И поэтому давайте мы бы проведем тесты среди тех и других и посмотрим, да, и негро дают меньше результаты, значит, они там низшие. Но, вообще-то, с 94-го года, вот, сильно немного времени, прямо скажем. И если еще родители вот этих тестируемых, а то и они лично сами жили в Бунтустанах, где не было вообще ничего, ни школы, ни больниц, да, если и были, то тогда галочки. Ну, да, там тогда было, скорее всего, были низкие показатели уровня интеллекта, ввиду того, что... Ну, бля, а как им абстрактное мышление развивать для того, чтобы решить даже вот такой самый простой тест IQ? Непонятно. Некоторые тесты IQ, ну, прям тупо на абстрактное мышление по типу, ну, не знаю, математического. Вот, вот, если у вас есть талант к математике, вы, наверное, будете неплохо решать один из самых первых IQ-тестов. Такой вот, чисто, чисто такой условно-математический он весь, на замечании математических закономерностей. Трудно говоря, ни о чем. Да, слово на букву N нельзя, нельзя, мы не поддерживаем, ой, как не поддерживаем, ни в коем случае. ...правниваем с детьми тех, кто учился в крутых университетах за огромные деньги и имел все на свете, то, ну, какое тут, может быть, сравнение? Для того, чтобы это выровнялось, это надо пройти как бы очень долгое время. Иногда это бывает просто наглядно, ну, например, когда проверяли теми же тестами IQ интеллекта австралийских аборигенов, а потом выяснилось, что, в каком еще интеллекте говорите, если они когда учатся, у них тетрадок нету. То есть они учатся, они не умеют навыка письма, потому что банально у них нету тетрадок, они бедные люди, да, потому что их там всячески загоняли в какие-то резервации и так далее, и не было у них таких способностей и возможностей, и какое обучение, о чем вообще речь? То есть школа-то у них даже есть, да, но они могут в нее не ходить, их никто туда не гонит. И они могут учиться, могут не учиться, естественно, они не учатся, это и наши дети, если им дать возможность не учиться. Мой сыночек все время рыдает, что, ой, опять школа идти, как плохо, не хочу туда идти. И если бы он туда не гонять, он бы, я не сомневаюсь, не ходил бы, и я, наверное, в свое время бы не очень-то туда рвался. Ну вот, но когда мы тут... Слабо пройти тест в крестики-нолике? Каким образом? Действительно, позволяем не ходить и не учиться, но человек не будет ходить и учиться. Ну вот самый мой любимый пример, это с бушменами в Южной Африке. К ним применяли рисуночный тест, который якобы абсолютно объективный, потому что не предназумевает способности писать и считать. Ну, как бы, типа, один не делал, чтобы и не ждет. Поэтому давайте мы делаем рисуночный тест. Где надо нарисовать человечка, и вот чем больше деталей нарисовал, тем умнее. Ну, там, есть бальная оценка, там, нарисовал волосы, да, еще был плюс балл, там, реснички нарисовал, еще балл, там, мушки нарисовал, еще балл. Ну, а если полка огуречек, то, как бы, не очень. И вот ставят эти, делают... Охеренные тесты, да, супер, прям проверяют интеллект, ух, как! Тесты проводят с бушменами, они показывают какие-то там позорные результаты, и расисты делают вывод, что бушмены ниши расы. Они, значит, там, чуть выше шимпанзе по интеллекту. Но, стоит посмотреть... Ну, проблема вообще заключается в том, что расисты не очень часто апеллируют к тестам IQ. Проблема не только в IQ. Проблема в культурных достижениях, как ни странно. Один из основных термин, один из основных таких вот тезисов того же самого АГ великого, знаменитого АГ. Так вот, как раз заключается в культурной мощи немецкого народа непосредственно. И по сравнению с этой мощью, достижения всех прочих народов, по его мнению, были ничтожны. Это никакого отношения к чистому IQ, ну, не имеет. Так что, друзья, я не знаю. Не знаю, как-то он не туда спорит, но я понимаю, что, например, в какую-нибудь культурологию он уйти не может. Ну, просто вот ввиду того, что он нихера мне не понимает. А какая культура у бушменов? У бушменов изображения людей последние рисовались на скалах порядка ста лет назад. И этнографически даже зафиксировано там пара человек бушменов, которые помнили, что когда-то в их детстве их родители рисовали на скалах. Потому что бушменов еще с 18-19 века загнали в пустыню Калахари, где не особо ты порисуешь на скалах. Потому что там со скалами напряжён, а во-вторых... Не, IQ многие апеллируют, но это далеко не единственный аргумент. Ну, то есть, ну, IQ и IQ. И всё. Не в такие уже условия поставлены, ошибка. Вообще, фишка заключается в том, что результаты теста IQ можно вот так вот щелчком отменить и всё. Отменить их и легитимизаться. А вот культурные достижения так вроде бы не отменить. Поэтому приходится куда более тонко спорить вот с этой позицией. Как бы не до рисования. Там как бы не очень легко живёт. Их просто отстреливали. Как бы у них весь цвет, в общем-то, истребили в буквальном самом смысле. И культуре рисования у них нет сейчас в чистом виде. Вообще просто нет. И сравните это с современным ребёнком, который с рождения видит на пелёнках картинки, на жвачках картинки, на тарелочке у него картинка, на ложке у него картинка. Да где угодно у него везде картинки. И его начинает с Естлии детского сада, и с рождения родителей говорят, вот тебе карандашик нарисуй, палочку. Ой, какой молодец, нарисовал палочку. Нарисуй ещё одной, как интересно нарисовал. Потом, какой он у меня замечательно, как классно рисует. И он видит мультики, фильмы там что угодно, реклама вокруг него. И сразится с бушменом, у которого вообще в голове нету идеи рисования самой. достают бумагу, которую бушмены, может быть, никогда в жизни до этого не видели, достают карандаш, которого они уж точно не видели, и говорят им, нарисуют. Причем, еще, извините, на каком языке им это говорят. Потому что бушмены не знают ни английского, ни африканского, ни ничего такого. Они говорят на своем, кайсанском, каком-то экзотическом языке, который не факт, что вообще был когда-то изучен кем-то. Ну вот, то есть говорят наверняка через переводчика, который не факт, что сам там шибко что-то знает. Относительно IQ-тестов, я вам могу сказать так. Есть, во-первых, огромное количество разных этих IQ-тестов, Дробышевский говорит правильно. Есть IQ-тесты, которые нацелены на выявление чисто математических способностей. Ну, то есть вы на скорость должны замечать всякие закономерности между палочками, не палочками, единицами, буквами. Притом, буквами вы должны знать алфавит и приблизительно представлять, какое число находится рядом с каждой буквой. Какое число принадлежит, например, к букве А. То есть 1, B, 2, G, 4. 4 и так далее. Ну вот это как-то так немножко работает. Замечаете математические закономерности? Окей, вам скажут, что у вас высокий тест IQ по этому тесту. А есть другие тесты IQ? Есть другие тесты IQ по типу, там... Не знаю, где творческие способности проявляются? Я не знаю. Много тестов я видел. Много разных тестов. Но в целом ничего интересного в них нет. Вообще говорят слово рисовать. Если у них нет в языке слова рисовать. То есть, может, оно когда-то было, там, 200 лет назад, да? Но за 200 лет, там, 100 лет отсутствия практики рисования, думаю... Генетик Флотсом пишет. Какая-то тетя из Америки втирала, что раса выдумка, а вот культурное наследие, несомненно, существует. Белых нет, а евреи типа есть. Это нормальная позиция, я считаю. То есть, непонятно, что такое раса. То есть, если вы по темной коже судите, что вот это раса, по желтой коже судите, что это раса, там, не знаю, по белой коже судите, что это раса. И не делать никаких других делений, с учетом, что появляются многочисленные промежуточные формы между этими, условно говоря, расами. И этих промежуточных форм не то, чтобы очень мало, честно, давайте скажем. Ну, здесь понятно, что раса это, скорее, определенная выдумка. Чисто описание, которое помогает вам лучше, лучше, лучше что-то вот как-то вот понять, при том вот именно на социологическом, наверное, уровне, и то, наверное, очень примитивное. Ну, то есть, вроде бы, я не знаю, кто сейчас употребляет термин раса. Давайте сейчас просто загуглим, опять же, раса. Я недавно смотрел, что вот с этим есть определенные проблемы. Ща. Смотрите, в результате генетических исследований конца 20-го, начала 21-го веков, многие генетики пришли к выводу о невозможности точного выделения рас. То есть, ее позиция, в принципе, не то, чтобы, знаете, безосновательная, так скажем. Нормальная позиция, ничего плохого в ней не вижу. Так как отличие и сходство рас по внешним признакам не всегда совпадает с генетическими отличиями и сходствами. Ну, то есть, так даже ученые, в принципе, не считают. Получается, что многие теперь ученые считают термин раса в отношении человека, утратившим научную актуальность. Все. Ну, то есть, по сути, раньше этот термин употребляли люди-ученые. Все. Теперь они его не употребляют. Мне насрать. Скептикам насрать. Всем вообще вокруг насрать, кроме расистов. Теперь всем, кроме расистов, насрать. Раньше было ученым не насрать, но ученым теперь тоже насрать, как бы. Все. Вообще, как бы, все. Ну, нормальная у нее позиция. Друзья, смиритесь, раз нет. И это даже ученые теперь подтверждают, как бы. А, вот это сюрприз. Ну, это слово выветрилось, никто там особо, народном языке, ты даже не знает. Ну, вот. Как вам сказать, вот вам бумага, вот вам ручка, если у них нет слов, бумага и ручка. У них есть слова, там какой-нибудь палочки для ядов. Вот. У нас нет слов для ядов. У них есть. Палочка для ядов нормальное словосочетание. Че нет? Ну, вот. Им дают, говорят, нарисуй. Ну, вот. И тут какая мотивировка. То есть, зачем бушмену рисовать? Нафига ему это надо? Ну, тем не менее, как бы, ну, хорошие люди приехали, да, сигаретами сейчас поделятся. Он берет и рисует. И как вот я бы на их месте нарисовал, я бы нарисовал палка-палка огуречек. Они рисуют палка-палка огуречек. Потом, значит, люди с бумагой садятся в джип и уезжают обратно по той же дороге. Ну, вот. А бушмены, я думаю, после этого долго угорают, жгут костер, поют песни и рассуждают, что за бред вообще было. Или что это были за странные люди, что им сейчас у нас надо было. И с интеллектом у них при этом все в порядке, на самом деле. Если бы создателя теста IQ посадить бушмена в Калахари и проверить его по тестам бушменов, как разжечь огонь, как обеспечить себя всем необходимым. Для этого нужен вообще-то интеллект. То есть, если бушмена, голову абсолютно, выкинуть с вертолета в пустыню, он себе за 20 минут сделает одежду, оружие, лук, да будет этот измолочая сок. Блин, а бушмены крутые, ребят? Отравленные стрелы пойдет, заохотится, сделает себе хижину, раздает огонь по полной программе, все у него будет. Ну, вот, из нуля, просто голыми руками он все это создал. Клевые, бушмены крутые. Респект бушменам. Правильно, интеллект, понятие крайне относительное. Ну, просто, опять же, проблема заключается в том, что те же самые замечатели ученые, ну, вот, со своими знаниями, со своим интеллектом, со своей логикой, как бы, ну, угнетают представителей других философских, в том числе, рациональных школ. Мы про нерациональные вообще сейчас говорить даже не будем. Проблема в том, что они даже рационалистов угнетают. Печально. И не видят этого, все нормально, наука-то, да, наука, это круто, как бы. Дейца-фотопасков, они, оказывается, по IQ, да, как бы, не очень, как бы, интеллектуальные, но они чудесно решают задачи, которые перед ними стоят. У них нет задачи решать тесты IQ, у них нет смысла считать, там, этих оленей карибу. Но они знают, как сделать кучу вариантов орудий. Они очень сообразительные, они очень творческие люди. И все, кто общался с охотниками-собирателями или с примитивными земледельцами, где-нибудь, там, восточной Африке, Бутовская, например, да, Даймонд на Новой Гвинее с папуасами, там, кто-то еще, с кем-то еще, все в один голос говорят, что вот эти люди... Друзья, никого не надо ненавидеть, зачем? ...и живущие близко к природе по интеллекту интеллектуальнее большинства европейцев, на самом деле. Потому что у них интеллект, это принципиальная вещь для выживания, им нужно быть умными. Они не могут свалить все на кого-то и сказать, ну, ты там, сделай за меня, да, или, там, пойти в магазин и купить в готовом виде. У них это возможности нет, они должны быстро много соображать. Так что такое интеллект? Быстро много соображать какой-то херни или построение философских или научных теорий? Ну, то есть, вот, вообще, блядь, изначально просто интеллект как бы у нас берется из европейской традиции и интеллектуалами называет людей, которые создают теории. То есть, модели определенной мира работают с ними, доказывают, их опровергают, владеют логикой. Бушмены-то по-любому логикой не владеют они, они никогда не слышали и никогда не услышат, наверное. Им плевать на эту логику, и она мне нужна, она непрактична совершенно в их условиях. Ну, то есть, блин, опять же, Дробышевский навалил кучу говнеца сейчас себе под нос и хвастается тем, какой он умный, неспровержитель мифов оказывается, понимаете? Какой он уничтожитель, уничтожитель просто, не знаю, легенда. Проблема-то, опять же, заключается в том, что он подменил понятие интеллекта и говорит, а смотрите, какие они умные, они что-то там делают, понимаете? Они выжить могут в пустыне голые. Вот это я понимаю, интеллект, интеллект. Только это совершенно обывательский подход к определению проблемы. Вот если бы Дробышевский провел, не знаю, исторический анализ понятия интеллекта, выявил среднее какое-то арифметическое, вот того, что понималось под интеллектом-то вообще. Так, да, тогда вот мы уже могли бы говорить. А так он берет один интеллект, так скажем, потом берет другой интеллект и говорит, нормальный интеллект, нормальный, нормальный интеллект, как бы. Прикольно. А кто сказал, что, в общем-то, бушменам вообще, в принципе, нужен этот самый интеллект? Зачем мы должны применять к ним это слово вообще? Многие скажут, да, это там у них рефлексы. Это не рефлексы, это обучение, это сложная форма деятельности. Да, это сложная форма деятельности. А кто сказал, что для сложной формы деятельности нужен интеллект? Очень изобретательная. А кто сказал, что для изобретательности вот такой вот чисто физической нужен интеллект? Просто в нашей культуре, в нашей культуре все куда сложнее здесь. Просто слово интеллект исторический и вообще философии, философия европейской развивалась по определенным, в общем-то, законам тоже. Шадов. Люди путают расу, этнос, нацию, фенотип, народ, гражданство и другое. О чем тут можно еще говорить? Ну, неважно. Изменок бесконечности. Но это опасная дорожка. Если сравнивать одних с другими, то это приведет к признанию превосходства одних групп людей над другими. Опасно. Не, ну просто понимаете, Дробышевский взял и перепутал понятия. Ну вот, обычно, обычно под интеллектом понимается такая вот способность создания, сотворения теорий, их доказательства, опровержения и так далее, так далее, так далее. Когда бушмены создадут, там, не знаю, теорию, там, не знаю, творение всего мира, смогут ее проверять, смогут ее обсуждать, смогут ее, не знаю, через все делать, вот тогда мы можем говорить об их интеллекте в соответствии с нашим привычным понятием того, что такое интеллект. А Дробышевский на протяжении 14-15 минут совершает обычную подмену понятия. Все. Именно. Им это не нужно. Правильно. Правильно. Но проблема заключается в том, что Дробышевский... Здесь ни в коем случае придирканье к бушменам. Ни в коем случае мы не говорим, что кто-то лучше бушменов или хуже бушмена. Здесь проблема заключается в том, что Дробышевский совершает подмену понятий... Так что мораль из этого всего, что Дробышевский отвратительный специалист, отвратительный у него логическое мышление, он может совершить логическую ошибку просто вот на голом месте. Не исследуя вопроса, о котором он пытается сейчас разгогольствовать, причем, видимо, с подготовкой. Видимо, с подготовкой. Видимо, с подготовкой это делал же, правильно? Это же не просто вот и не с хера он это говорит. Это, видимо, с подготовкой совершил грубейшую ошибку, грубейшую подмену понятий. А вот такие у нас сегодня ученые, друзья. Мы, конечно, можем доверять науке, когда большая часть ученых даже глупее, наверное, самого Дробышевского и готовы совершать еще большее количество ошибок. Как вам кажется? Да, я вот всегда доверяю ученым, особенно видя вот этих замечательных людей, которые на передовой науке находятся. Как бы ты определил подмена понятий? Здесь я имею в виду, скорее, историческую подмену понятий. Ну вот, например, у нас было понятие скептицизма когда-то, которое было у античных скептиков. А потом внезапно оно растворилось, и на место скептицизма пришло нечто новое, совершенно другое явление, которое не относится к тому. Здесь с интеллектом, в принципе, то же самое. Ученые придумали понятие интеллекта сами, с нуля, получается. Создали его вообще новым, в отрыве от всей культуры, которая была до этого, и начали его навязывать всем остальным, и говорить, мы-то здесь правы, мы-то здесь правы, ребят, а вы дураки. И вот так продолжается по сей день. Чем труднее, тем интеллект будет, на самом деле, больше. И кичится какой-то своей... Да неважно, как интеллект переводится. Переводы, этимология, мало чего, значит. Избранностью и принадлежностью к высшей расе. Он 14 минут оговаривается, ребят, трудно, трудно оговариваться 14 минут. Просто глупо, на самом деле. Потому что интеллект доказывается лично, на самом деле. Нечего сваливать, что вот кто-то там посчитал их ю, и они ниши, а значит мы высшие. Ты сам докажи, что ты высшие. Ну, то есть я согласен с вот этим посылом. То есть, ну, окей, да. Вообще, кто сказал, что интеллект кому-то там нужен? Плевать. Нам плевать на то, там у кого какой интеллект. Вообще насрать. Как бы вообще плевать, какой интеллект у, не знаю, бедуидов, какой интеллект там у темнокожих, у светлокожих, у синих кожих, там, не знаю. Вообще нет никакой, какой разницы. Вообще никакой. Да, действительно, выживание в какой-нибудь природе, это круто. Выше ты сам пройди, это ты для начала. И не только ты, а еще руками что-то сделай, интеллектуальное сотворение на стишок напиши для начала хотя бы. Вот, и тогда мы посмотрим, кто тут интеллектуал, а кто нет. Поэтому не надо слишком зацикливаться на этом вопросе. Надо делать дело. Надо проявлять свой интеллект, развивать его, доказывать и учить детишек, чтобы они тоже не отставали. Ну, то есть, чувак реально тут каким-то своеобразным определением интеллекта кичится. Coming out as an anarcho-nazball. Анархо-nazball? Щупальца-осминога, это в некотором роде интеллект, да. С их помощью можно создавать новые теории, да, действительно. Папа, это сложно для меня сказать, но я думаю, что я должен просто сказать. Я в анархо-наzball. Просто, бам, сходу на автомате в лицо, надо просто такого бить, ребят. Просто, я анархо-наzball, папа. Бам, берем. Мы не поддержим насилие, кстати. Я извиняюсь, анарко-что? Анарко-наzball, мама. Я был в этом очень долго. Это одна из этих 4-чан-тумблеров? Нет, мама, это не 4-чан-тумблеров. Ну а о чем еще, в общем-то, может говорить Панча? Только про религию. Панча-нарко-нарко-нарко-нарко-нарко-нарко. Панча-нарко-нарко-нарко. Панча-нарко-нарко.